Здравствуйте! Это программа «Здесь была Маша» и я ведущая Мария Корчевая. Путешествуйте вместе со мной и узнаете, где отдохнуть в Алтайском крае интересно, используя для здоровья. Там, где я бываю и где мне действительно нравится, я оставляю вот такой флажок. Я уже побывала в моральнике и узнала, почему так ценятся рога морала в панты. Вблизи каждого моральника есть туристический комплекс, где предлагают опробовать на себе пантовые ванны. Очень хочется узнать, что это такое. На одной из таких баз я и приехала. Здравствуйте! Здравствуйте! А у Вас можно принять пантовые ванны? Сколько это стоит? По стоимости одна процедура 500 рублей. Сколько процедур в курсе? Сколько их нужно всего пройти? Оптимальный курс – это 10 процедур. Пантовые ванны повышают давление, поэтому перед процедурой нужно убедиться, что мое самочувствие в порядке. Давление у Вас, как у космонавта, очень хорошее – 120 на 80, поэтому никаких противопоказаний в процедуре нет. Классно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эта коричневая жидкость есть отвар из пантов марала с добавлением лекарственных трав. Очень ароматно. Рекомендуют принимать пантовые ванны все-таки в мае-июне, когда срезают эти панты. Но поскольку я принимаю ванну только для тонуса, попросила сделать концентрацию послабей. Я оставлю будильник на 15 минут. Как только он прозвенит, вылазите из ванны, обтираетесь полотенцем, и на этом процедура будет завершена. Время пошло. 15 минут хватит, чтобы панты подействовали. Панты – это набор витаминов, аминокислот, энзимов, минеральных солей. Одним словом, лучшее лекарство от стресса. А что еще нужно уставшему больному организму? Скажите, я вот простыла, мне эта процедура поможет выздороветь? Да, конечно. Ванны, они хорошо поддерживают, повышают иммунитет и очень хорошо помогают при простудных заболеваниях, укрепляют организм. Панты в чистом виде или в качестве экстракта сплошная польза. Лечат заболевания крови, сердца, сосудов, головного мозга, повышают иммунитет, придают сил и укрепляют нервы. А еще препараты на основе пантов называют эликсиром молодости. Скажите, пожалуйста, я слышала, что после целого курса пантовых ванн можно даже продлить срок жизни, помолодеть. Это действительно правда? Да, это действительно так. Пантовые ванны обладают очень хорошим, уважающим эффектом, в особенности на кожу. Но поможет процедура не всем, некоторым даже навредить. Панты – это биостимуляторы, они ускоряют обмен веществ. Поэтому тем, у кого гипертония или онкологические заболевания, такие ванны лучше не принимать. Если честно, лечебное купание убаюкивает лучше всякой няньки. Ммм, облака, розовые своники, мама. На работу? Какая работа? Я же отдыхаю. Ну, пора влезать из ванны. Спасибо вам большое, мне очень понравилось. Я к вам еще приеду за молодостью. Спасибо. Знали бы вы, как мне сейчас хорошо. Усталость как рукой сняло, да и, кажется, простуда отступает. Кстати, от нее есть еще одно лекарство на основе пантов. Вот за ним и сейчас и отправимся. На основе крови из пантов «Морала» разработали лекарства и биологически активные добавки – пантокрин и пантогематоген. Это помощь иммунитету, питание для интеллекта и памяти. А еще оранжевые очки для пессимистов – прибавляют уверенности в себе и поднимают настроение. Купить препараты можно в аптеке или на турбазах, где предлагают принять пантовые ванны. У вас можно приобрести пантокрин, да? Да, у нас есть пантокрин, пантовая продукция. А сколько вот такая бутылочка стоит? 800 рублей. 800. Там кровь «Морала», спирт, мед. Пахнет травками какими-то. Мед, мед, точно. Ну, ничего, терпимо. Как лекарство, да? Говорят, что чайная ложка пантокрина заменяет целую гору витаминов. Так что теперь я могу быть спокойна за свое здоровье. Простуда мне больше не страшна. Конечно, мой флажок остается здесь. Итак, здесь была Маша, и здесь ей понравилось. Я вам рекомендую. Целый день на свежем воздухе. Очень захотелось есть. Искать магазин не пришлось. Здесь же на туристической базе кормят домашними блюдами из натуральных алтайских продуктов. А что это такое? Это шурпа. Шурпа. А из чего? Картофель, морковка, перец болгарский. Сколько у вас обед в среднем стоит? Бубли 350-400. За эти деньги получите комплексный обед. Первое, второе, салат и десерт. Мне хватит салата из свежих овощей и шурпы. Кстати, в ней, кроме болгарского перца и картошки, я нашла мясо. Пахнет летом. Ммм, домашнее. Силу меня хоть отбавляй. Теперь еду на окраину села Солонешное, 10 километров отсюда. Там каниферма, где выращивают орловских рысаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорят, у вас есть орловские рысаки. Это правда? Есть, правда. А можно посмотреть? Ради бога. Пойдемте. Это каниферма, где до сих пор живы традиции царских времен. Эту породу лошадей вывели 250 лет назад, во времена Екатерины Второй. Благодаря графу Орлову, фавориту императрицы. Держи. Военачальник и государственный деятель Алексей Орлов собрал на своем заводе под Москвой лошадей самых ценных пород из Турции, Аравии и Египта. Арабские скопуны отличались внешним изяществом и красотой движения. Их скрестили с массивными европейскими лошадьми. И получились громадные, крепкие, сильные и в то же время грациозные красавцы. Со временем их стали разводить на всех крупных конных заводах России. А 20 лет назад и здесь, в Солонешинском районе. А красно-коричневая написана тоже. Это орловский рысак. И почему она темного цвета? Всегда думала, что они белые в яблоках. Это красно-серая мазь. А есть такие еще? Да, есть такая. Она потом будет светлой, серой. О, она станет серой? Да, да, да. Правда? Она посветлеет? Интересно. Среди орловских рысаков много рекордсменов. На бегах им нет равных. В награду одному из чемпионов, жеребцу-квадрату, еще при жизни поставили два бронзовых памятника на ВДНХ и на территории Московского конного завода. Здесь, в Солонешинском районе, есть своя знаменитость. Вот она. Точнее, он. Папирус. Серый, в яблоках, с лебединой шеей и длинным светлым хвостом. Ну, красавец. Чистопородный орловский рысак. На всероссийских состязаниях по верховой езде он всегда был в тройке лидеров. Как говорит управляющий фермой Матвей Тимофеевич, потому что очень выносливый. Порода выведена, как граф Орлов говорил, и под воду, и под воеводу. То есть на ней можно и ваза возить, на ней можно бегать, на ней можно верхом. То есть это порода такая. А вот есть такая, ну, не знаю, проверка, эксперимент, которую делают. Говорят, что если они настолько плавно идут, что если поставить стакан воды на крестец лошади, то при беге вода не расплескается. Это правда? Нет, это не правда. Всякие есть. Это байки все-таки, выдумки, да? Байки, да. Да бог с ним за стаканом. Главное, чтобы седока не сбросила. А бывает и такое. Поэтому прогулки верхом здесь возможны только под пристальным вниманием конюков. Папирус хоть и не молодой, ему 12, а по лошадиным меркам это зрелый возраст, но может и взбрыкнуть, и по привычке пуститься ростой. И ищите меня тогда по всему району. Так что мне дали помощника. Он и готовит коня к прогулке. Верхом я уже однажды каталась, так что в седло уселась быстро. Вообще эти лошади упряжны, их запрягают в качалке, а я решила прокатиться верхом. Фу, поехали. Ну вот, мы уже привыкли к друг другу. Да, а может просто конь устал. Так, путешествие окончилось. Тебе, малыш, большое спасибо, что ты меня выдержал. За терпение и спокойствие, проявленные Папирусом во время катания начинающего наездника, он удостаивается моего флажка. Держи, пусть он напоминает тебе обо мне. Здесь была Маша, и здесь ей понравилось. Фу, насыщенный был день. Сафари по моральнику, пантовые ванны, красавцы-рысаки. Пора на боковую. Для ночевки можно выбрать одну из нескольких баз отдыха, кемпингов или гостиниц. Ну а я решила остановиться на проверенной уже турбазе. Здрасте. Здравствуйте. У вас номера есть свободные? Да, у нас есть свободные номера. А какие они и сколько стоят? Местное размещение 1200, то есть 600 рублей место. На человек 600 рублей. Это единственный вариант или есть еще какие-то? У нас есть коттеджи на берегу, домики, семейные номера. Ну там дороже, соответственно, да? Да, дороже. А сколько максимально? Двух с половиной. Двух с половиной? Три-триста за номером. Триста. Ну, нам бюджетный вариант. О, обогреватель. Наш сегодняшний друг спасет нас. Так, здесь мы будем спать, а где мы будем мыться? Где у вас душ? О, тут, а, тут даже целая ванна есть, смотри. Ну, кстати, ванна сейчас редкость в гостинице. Да, а на первом этаже у нас душевые ходили. Много сейчас у вас посетителей в гостинице? На данный момент нет. Среди недели не приезжают, а на выходные бывают. Если вас не пугает холода, надо приезжать, пока места есть. В октябре у нас будут скидочки приезжать. О, это хорошо. Ну что, спасибо. Ну все, на сегодня у меня сил больше нет, так что продолжим путешествие завтра. Все, счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok